Музыка Глаукома – это уже к окулисту глаза, заболевание глаз, да. Зрение плохое, там что-то какое-то начинается. У меня, кстати, тоже самое. Что-то такое начинается. Птички в глазах. Неприятно. Ну, привыкаем. А что делать, не знаю. Глаукома нет, не знаю, что такое. Если честно, не особо. С годами человеческий организм не молодеет, и органы зрения, к сожалению, не исключение. До определенного возраста изменения в структуре глаза остаются незаметными, и зачастую пациенты обращают внимание на возникший дискомфорт в глазах после 40 лет. Мы сегодня поговорим о таком грозном заболевании глазном, как глаукома. Болезнь, которая протекает медленно, прогрессирует, поражая сначала один глаз, потом присоединяется через какое-то время второй глаз и сопровождается повышением внутриглазного давления. Нарушается трофика, кровоснабжение, питание тканей внутри глаза. Сопровождается атрофией зрительного нерва и вследствие слепота, и это необратимая слепота. Товарство болезни в том, что оно протекает на начальных этапах безболезненно. Болезнь не щадит оба глаза. Глаукому можно разделить на два типа – открытоугольная и закрытоугольная. Чаще встречается открытоугольная глаукома. Однако болезнь закрытоугольного типа быстрее приводит к серьезной потере зрения. Глаукома с открытым и закрытым углом может быть первичным заболеванием. Вторичная глаукома может возникнуть в результате травмы после приема некоторых лекарств, воспаления, опухоли или состояний, таких как дисперсия пигмента. Человек замечает, что ухудшается зрение. Появляется туман в этом глазу. Туман может периодически усиливаться, уменьшаться. Постепенно зрение ухудшается. Могут появляться радужные круги в глазах. Могут появляться какие-то темные пятна, мушки. Все то, что раньше у человека этого не было. Когда что-то возникает и человеку непонятно, обязательно обратиться за помощью к офтальмологу. У врачей нет единого мнения о природе этой болезни. Но точно известно, что она развивается обычно уже в зрелом возрасте. Риск ее проявления возрастает у тех, кто страдает некоторыми хроническими заболеваниями и принимает определенные медикаменты. На сегодняшний день досконально точно сказать причину заболевания пока еще наука не может. Но замечена предрасположенность наследственная. И поэтому те люди, у кого родственники болели гаукомой, болеют, обязательно надо обследоваться, надо обращать внимание и измерять внутриклазное давление. Чем чаще? Хотя бы раз в год, раз в полгода. Но обратить внимание и помнить, что есть большой риск и этому человеку заболеть. Сопутствующие заболевания, конечно, сахарный диабет, артериальная гипертензия и разные вредные привычки, курение, алкоголь. Диагноз этой болезни невозможно поставить без специальных высокотехнологических исследований. Диагностика гаукомы включает такие обследования, как тонометрия – измерение внутриглазного давления. Автолемоскопия применяется для обследования внутренних структур глаза, прежде всего зрительного нерва. Периметрия – тест для определения границ полей зрения и наличия дефектов в нем. Гониоскопия – метод исследования основного пути оттока внутриглазной жидкости, позволяющий определить тип гаукомы, а также тактику дальнейшего лечения больного. Есть целый спектр обследований, которые проводятся на уровне районной поликлиники, и родской поликлиники. Я не буду вдаваться в подробности, но все расписано в тенденции, как это правильно делать, это офтальмологи знают. Человек должен уйти после обследования уже с подобранным лечением. Суть лечения в том, чтобы снизить продукцию внутриглазной жидкости, улучшить ее отток и нормализовать вот это внутриглазное давление. С последующим диспансерным наблюдением у офтальмолога, постоянным измерением, постоянным наблюдением у окулиста, контролем за давлением, подбором адекватного лечения полноценного и наблюдением у терапевта, у невролога при необходимости, у эндокринолога. Самостоятельно лечить глаукому нельзя. Назначая или отменяя антиглаукомные препараты, изменяя дозы без консультации с лечащим врачом, вы можете нанести своим глазам непоправимый вред. На сегодняшний день существуют три метода, три кита борьбы с глаукомой. Болезнь неизлечима, но мы ее можем притормозить и по максимуму задержать этот период обострения, перевести болезнь в ремиссию. Первый этап – это медикаментозное лечение. Если медикаментозное лечение не помогает или так уж на пределе, предлагается лазерное лечение. На базе нашей областной поликлиники у нас есть лазерный кабинет, есть лазерный центр в 10-й клинической больнице города Минска. Очень эффективное лечение на ранних этапах. Если по каким-то причинам человек пришел к нам на поздних этапах болезни, когда лазерное лечение проводить уже нельзя, мы проводим хирургическое лечение. Бывает, что глаукома протекает и без повышенного внутриглазного давления, но при этом все равно происходит постепенное повреждение зрительного нерва и появляются дефекты в поле зрения. Именно поэтому важна профессиональная диагностика заболевания. Чаще всего эта болезнь развивается после 40 лет. Поэтому по рекомендациям врачей, после 40 лет внутриглазное давление надо измерять. Надо раз в три года обязательно на профосмотре проверять и контролировать, особенно тем, у кого есть семейная предрасположенность. Чаще всего после 60, 70, 80 лет вот наши пациенты. Успех лечения глаукомы во многом зависит от правильного режима дня и соблюдения основ здорового образа жизни. Надо понимать, если очки не улучшают зрение, не дают комфортное зрение, значит, надо задуматься, что тут проблема не в каких-то возрастных изменениях, не в близорукости, когда очки могут помочь, а что-то более серьезное. Поэтому не затягивая время обратиться к офтальмологу, в поликлинику по месту жительства. В более молодом возрасте, как правило, бояться глаукомы и беспокоиться не о чем. По крайней мере, тем, кто не входит в группу риска. Однако это совсем не означает, что в какой-то момент ваше зрение вас не подведет. И прежде чем в очередной раз изучать любимые приложения в гаджетах, ознакомьтесь сперва с 12 строками оптонометрической таблицы в кабинете у окулиста. При глаукоме, при питании, важно сбалансированность и употреблять источники витаминов группы В, которые нормализуют обменные процессы в зрительном нерве. Источником являются такие продукты, как злаки, цельнозерновой хлеб, бобовые, кисломолочные продукты. Также немаловажную роль играют витамины группы А, которые отвечают за остроту зрения. Это молочные жиры, сметана, сливки, сливочное масло, а также продукты оранжевого цвета. Это такие продукты, как облепиха, желтый перец, оранжевый, тыква, цитрусовые. Добавлять продукты, богатые витамином группы С, шиповник, смородина. В употреблении нужно ограничить маринованные продукты, сильно соленые, острые, сладкие и жирные блюда. При глаукоме важно соблюдать питьевой режим. Необходимо пить около 1,5-2 литров жидкости в день. Также при глаукоме запрещено употреблять алкоголь и спиртосодержащие напитки, а также запрещено курение, которое также негативно сказывается на орган зрения. Ведите здоровый образ жизни и пусть ваше зрение никогда вас не подводит. При глаукоме противопоказаны все виды деятельности, физической активности, которые связаны с наклоном головой вниз, длительным наклоном головой вниз, с подъемом тяжестей, прыжками, рекомендуется прогулки, велопрогулки по 1,5-2 часа в день, но в светлое время суток. В темное время не рекомендуется, так как это влияет на гидродинамику глаза и внутриглазное давление может повышаться. Это же относится и к любителям поработать на даче. Рекомендуется при прогулках на свежем воздухе пользоваться солнцезащитными очками, не находиться длительно на холоде, морозе или под прямыми солнечными лучами. Также можно заниматься легкой гимнастикой, аэробикой. Рекомендуется легкая или умеренная физическая активность. Допускаются такие упражнения, как гимнастика, йога, аэробика, но нужно исключать эти позиции, которые вниз головой. Ведите здоровый образ жизни, дышите полной грудью и не забывайте про здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова